Всем привет! Вы на канале Есть-Поесть и сегодня предлагаю то, что можно приготовить вместо котлет. Такие куриные рулеты отлично подойдут как к обычному ужину, так и к праздничному столу. А еще их можно заморозить и в нужный момент запечь в духовке, прямо не размораживая. Обязательно сохраняйте себе этот рецепт сочных и вкусных рулетиков, а список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. Подготавливаю филе куриной грудки, можно взять также филе бедра. Пропускаю через мясорубку вместе с луком. Добавляю по вкусу соль и специи, а также 2 столовые ложки с горкой манной крупы и столько же панировочных сухарей. Конечно, можно использовать что-то одно, но мне нравится именно так. Тщательно вымешиваю прямо руками. Для начинки мелко режу укроп и вареные яйца. Их можно потереть на крупной терке. Соединяю, добавляю соль и специи по вкусу и перемешиваю. Рукав для запекания разрежу, сделав в один слой. Смажу растительным маслом и выложу половину фарша. Далее влажными руками распределю его слоем примерно 1 см. Слегка подровняю края. Выложу половину начинки. А сверху тонкие кусочки сливочного масла. Далее сворачиваю рулет, стараясь его сделать поплотнее. Отмечу, что начинку можно сделать любой. Например, обжаренные грибы с луком. Да или просто обжарить лук с морковкой и тоже будет очень вкусно. Слепляю бока и подравниваю руками. Еще немного уплотню и переложу на противень, застеленный фольгой. Сверху смажу обычной сметаной и отправлю запекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Рулет хорош как в горячем виде, так и в холодном в качестве закуски. Посмотрите, насколько он сочный, а также вкусный и ароматный. Друзья, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok